Доброе утро! Я с утра в городе, я приехала сдать анализ крови, железа, ферритин. Я уже все быстро, сегодня народу вообще почему-то не было. Мужа просто жду, куда-то уехала. Сегодня я сдала анализ, все то же самое. Нет, даже еще побольше я сдала. Я сегодня сдала общий анализ крови, потом ферритин, как всегда. Мне нужно сегодня еще нужно сывороточное железо. Ой, не знаю, слышен будет что-то такой шум, да? Нужно еще сывороточное железо. И на Д опять я сдала посмотреть, как я пила все-таки, как мне поднялось. Я так рассчитывала, обычно сдаю там где-то 2500 на 3000 анализа. А сегодня 1995, не помню. Я такая, а чего сегодня так мало? Я говорю, это моя сумма, мне посчитали, а на ДА. Она говорила, что другие возмущаются, что дорого, а вы, говорит, возмущаетесь, что мало. Я обычно привыкла сдавать, как и дороже. Она сказала, что сегодня скидка на витамин Д. Почему-то. Я говорю, а часто у вас скидки на него бывают? Мне-то часто сдавать. Она говорит, вот с ноября скидка идет. Так что в 2000 уложилась несколько анализов. Обычно сдавала всегда ферритин, но просто самой для себя. Я же пью, поднимаю. И Д. Общий редко сдавала, хотя общий нужен. По общему анализу вообще там многие заболевания можно выявить, в том числе и онкология. А в этот раз и общий, и сыворочное еще железо. Это все к железу относится, тогда можно поеду сделать капельницу. Нашла врача, слава богу, это невропатолог, у которого я была еще раньше, который меня просто покапал. Потому что можно пить годами. Раз у меня так трудно поднимается, это понятно, значит оно у меня не усваивается. Значит есть какая-то причина, оно у меня железо не всасывается. И здесь можно пить до пенсии, не можно. Так и пьют люди, и вот так если поднимается там на одну, на две единички, как у меня, я добралась только до 14. А должна быть для меня норма вес, вес плюс еще 10 единиц. То есть у меня должно быть 70, 80, а лучше вообще под 100 должен быть анализ. И представляете, у меня 14. Если у нас врачи даже не знают, что такое ферритин, вернее они знают, но они, ну их учат другим образом. Их не учат предотвращать заболевания, да, и разруху ту в организме, которая наступит от нехватки. Я уже говорила вам каждый раз от нехватки вот этих вот минералов и витаминов в организме. И учат лечить уже ту разруху, которая наступает. И то не лечить, а просто поддерживать, да, понимаете, если уже разрушились там кости, то ты уже не вылечишь. Шунит, даже не знаю, как будет слышно. Сначала попасть нужно к миру потолку, и он мне назначит капельницу. Вот, естественно, потом расскажу все это. Я так рада, что хоть один человек написал мне, что она тоже сдала анализы, и она даже не предполагала, что так-то практически все у нее плохо в организме. Я очень рада хоть вот из-за моих питьев, что хоть вы одна, может быть, там еще кто-нибудь обратил внимание. А люди просто не знают, что это такое. И, ну, когда им даже говоришь, они не собираются этого делать. Ну, не собираются, это же не мои проблемы. Я рассказываю, я все равно рассказываю, потому что это катастрофа. Это многие серьезные болезни. Это разрушение организма. Если у вас нет этих витаминов, это не ерунда. И лучше, конечно, сделать капельницу. Может быть, там не одной капельницы обойдется, может быть, двумя. Но, то есть, он поднимется, только капельницы можно поднять и поддерживать до нужного уровня. Железо я пью уже три года, и у меня только 14. Вот. Одну. Одну или две там, может быть, будет достаточно. То есть, не постоянно, там, не каждую неделю и не каждый день, как я пью таблетки, да, капаться. Нет. Достаточно будет одной двумки, ну, не знаю там на какое время, надолго. На сколько-то лет оно его хватит. Так, приехали. Хорошо, чтобы по-быстренькому съездила, сдала. То, знаете, когда лишний раз куда-то выбираться, так неохота. Откладываешь, откладываешь все это на другой раз. Так, уже прошло-то. Так, хорошо, но в этот раз взяла. Иногда больно, да, иногда щипет. А иногда так незаметно, вот сидишь, смотришь, вообще ничего не больно, вообще ты ничего не замечаешь. Очень хорошо, девушка, в этот раз взяла. Так. Потом заберу анализы. Можно на почту, естественно. Они, естественно, высылают на почту, но мне нужны именно вот эти вот бумажки. Вот. Потом заберем анализы. И уже позвонила я нейропатологу, который в Туле. Я не знаю, когда я этот кусочек видео вставлю, но, естественно, гораздо позже, но сегодня 2-ое, 2-ое декабря. Так вот, к этому нейропатологу уже на декабрь записи нет. Все, уже заняты. Но это неудивительно, он хороший врач. К нейропатологу в смысле, чтобы он мне назначил капельницу. Мы с ним уже разговаривали, я ездила со своим папой к нему, он меня помнит. Вот, говорит, как у вас дела? А я, говорит, никак, за 2-3 года добралась только до 14 в ферритине. Как могу, говорю, так сама и лечусь. Он, ну, приезжайте, вылечим, это лечится. А я такая сразу говорю, капельницы? Он, да. Да, я знаю, что не очень хотят врачи назначать капельницы. Ну, наш это вообще, у нас ферритин вообще, такое слово не употребляется в наших больницах. Это нужно искать врача, который тебе сделает направление. И я знаю, что есть, ну, лично знаю, что случаи не хотят, упорно не хотят. Уже пациентка пришла уже, все у нее анализы, она уже годами, да. Она изучила эту болезнь, была у многих врачей, ну, болезнь, не болезнь. Пока, слава богу, это не болезнь, но такое состояние, да, назовем его так. Вот, и со скандалами не хотят, у меня тут камера все время туда съезжает, не хотят назначать капельницы, ни в какую. Да, действительно, это есть. И вот поэтому я думала сначала еще, может быть, мне к нашим врачам сходить. Вот, какие им платных, каких искать. И тут он нашелся, говорит, приезжайте, мы вам все сделаем. Все, а записи нет. В принципе, это не страшно. Это на январь можно записаться. Или я уж думаю, ну, раз уж так, может, мне и не нужно к нему ехать. Может, попробовать сначала к нашим бесплатным сходить. Уже с этими анализами, уже с моей, со всей историей, что я поднимаю несколько лет. Другой-то врач, естественно, должен направить на капельницы, а эти вот не знаю. Я думаю, может, мне записаться, попробовать. Может быть, мне и здесь сделают капельницы бесплатно. Поскольку я обращусь в нашу больницу, вот я это не знаю. Вот, пока я, в общем, не решила этот вопрос. И ездила, когда я вчера-то за вчера ездила в город, заходила на почту, и мне там аж две посылки. И она мне говорит, девушка, которая там работала, я хотела говорить тебе, звонить. А я то не приезжала, то забыла, то что, то приехала, а там понедельник, а понедельник выходной. Не знаю, мне кажется, здесь, может, здесь железо, мне кажется, не знаю. А здесь омега и, наверное, Д. Я так думаю, потому что, ну, здорово, это омега. Вот, заказывала давно и заказываю я часто, потому что, потому что папе заказывала, у меня Д низкий, я вам говорю, я это все поднимаю. Вот анализы будут, я озвучу, как поднялся у меня Д. Железо я не пила давно, я замоталась его пить, эти таблетки пить, 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 пить годами. Мне нужна капельница просто, все, и все дела. Вот, у Миланы, я говорю, я просто в ужасе была. Я понимаю, что у всех у моих детей есть симптомы, и что у них у всех низкое железо и Д сдавали пока старшему, ему поднимали. Но они, конечно, не так критически, как у меня, у Миланы. У Миланы почти как у меня, и Д там жесткий дефицит, и с железом вообще. Вот то я ей заказывала теперь. Да, омега и Д, да? Да, и Д, потому что заказывала вообще-то себе. До этого отослала банку ребенку в армию, и омегу и Д. Сейчас нужно маме отдать, потому что, ну, смотрю же все время, изучаю этот вопрос. Омега это вообще, ну, понятно, нет, омега это не такой самостоятельный препарат, да, от всех болезней, нет. Но он играет, он, ну, препарат играет очень огромную роль в организме, понятно, для сосудов, да, чтобы не развивалась слабоумие, ну, от всего, от этого. И еще плюс, я недавно увидела видео про сустав, ну, видео не про сустав, а как раз про омегу было. А у моей мамы больные, ну, не знаю, какой диагноз, когда разрушаются кости, там несколько же диагнозов. Артроз, артрит, остеопороз, я не знаю, что у нее с коленкой, у нее, короче, там плохо с коленкой, вот. И говорится, что омега, ну, естественно, она не вылечит, не уберет эту разруху и не нарастит новую, там, ткань костную, да. Но омега предотвратит воспаление, а там, где разрушается ткань, кости, да, там обязательно воспаление происходит. Ну, кости, не кости, чтоб там не разрушался организм, обязательно происходит в этом месте воспаление, да. Так вот, омега, она предотвратит следующее воспаление. Я и так думала маме, ну, маме мы еще папе сдали анализы, но мы ей анализы еще никак не сдадим. Поэтому D и омега отправляются маме, один D остается мне. Надо, и опять нужно заказывать. А это что? Нет, это тоже D. О, как хорошо. Да, потому что железо еще мне не пришло. Я заказала на всякий случай железо, потому что даже если учесть, что мне поднимут его капельницей, потом нужно это просто будет поддерживать. Другим языком, в определенные дни, неделю просто пить. В определенные женские дни, ну, скажем так, чтобы понять не было. В определенные дни просто его нужно, там, 5-7 дней пить. Все, потом не нужно будет. Это, кстати, нужно всем поступать, женщинам. Вот так вот. Так, и в итоге, да, ну и все. Это уходит маме, а две остается нам. Сейчас найдем кому. Мне пить, Милане, дальше еще продолжать. У меня вот такая история, я так понимаю, со всеми детьми. Но на всех я сейчас не могу, естественно, пойти и всем. Во-первых, маленьких мне еще жалко. Милане сдали, Рафаэльке. Ну, тоже всегда бледненький, такой у него уже 100%. А вот когда я была им беременной, у меня вообще катастрофически там упал гемоглобин. А если гемоглобин падает, это уже все, все. Гемоглобин – это и так такой поверхностный анализ, да, такой показатель, как бы я вам уже говорила, что он ни о чем. У нас в больницах обычно только гемоглобины берут, да, никакие другие показатели железа. А если уж гемоглобин упал, это говорит о том, что остальные, какие есть показатели, они все, вообще у вас кончились. Конечно же, буду рассказывать про то, как мы будем продвигаться дальше, как я доберусь до этой капельницы. Но добраться мне нужно, я имею в виду, здесь это будет или это будет, я подожду все-таки. Не знаю, как-то надежнее. Тульского врача, а здесь это нужно сначала записаться. Через две недели тебе точно так же, к нашим-то светилам, к местным, не пробьешься. Обращается человек, записывает через две недели. Человек заболел, приходите, через две недели. Чего уж говорить про нормальных врачей. Естественно, у них запись уже надолго вперед. Не, раньше как-то было поспокойнее, я не знаю, перед Новым годом, что ли, у людей или обострение начались. Все, 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 прибежали, прибежали. Ты мой красавчик, ты мой красавчик, да? Вкусная сенка? Ага. Ты отсюда ешь, самая умная, чтобы там не толкаться, да, Алькунь? Хотя отклонения, она вряд ли, она беременная, хотя как-то пухленькая стала, не знаю. А там, кто ее знает, рано делать выводы. Я говорю, заходы такие бывают. Бывает, коза покрытая и как бы приходит в охоту, а там, допустим, несколько раз еще потом приходит в охоту, а потом оказывается, что она на самом деле в самый первый раз еще покрылась. Бывает такие, ну, конечно, не норма. Конечно, это отклонение, но покрытая рожает потом. А бывает, что и непокрытые также приходят в охоту, поэтому я уже говорила, да, это все. Вкусно едят, да, так тут стоять на них, смотреть интересно. И Алтай там все в эти дырки, под-под доской. Алтай вон там, сверху. Это хрустит тут. Пошла. Стоит, зовет. Что, где у нас тут ведро? Осталось тебе или коровы? Высыпали, а? Где наш комбикорм? Вот он. А? Выходим? Стоит, ждет, переживает. Все же бегут, да? Блин, тебе такой вид, да? Да. Еще бы со всеми... А уже облизываешь, у нее уже рефлекс на комбикорм, видите? Дай. Одна ты тут. С козлами со всякими, вообще в сарае, да? Помыл. Ну. Давайте, и ты, и это все, давай. Давай, тынь-тынь-тынь. Ну, выходи, выходи. От, тынь-тынь. У-у-у-у-у. Субтитры сделал DimaTorzok